Всем привет, с вами я, HappyFresh, и сегодня мы поговорим о самых странных и редких никнеймах в Роблоксе. В наше время при регистрации аккаунта в Роблоксе есть ряд серьезных ограничений, таких как запрет на пробелы и специальные символы, кроме нижнего подчеркивания. К тому же, некоторые имена являются попросту редкими, так как представляют из себя красивую комбинацию чисел или букв, или попросту слова. Так что, создать оригинальный и уникальный в своем роде никнейм в наше время попросту невозможно. Но в этом видео мы поговорим о разнообразных редких именах, от самых банальных до тех, о которых мало что знают даже бывалые игроки. И открывают сегодняшний список довольно простые никнеймы, а именно состоящих из трех и повторяющихся символов. Как вы знаете, для регистрации никнейма нужно минимум три символа в никнейме, которые люди смогли зарегистрировать аккаунты, где эти три символа были одинаковой буквой или цифрой. Например, 111 или же FFF. Большая часть таких аккаунтов была забанена, так как спрос среди взломщиков аккаунтов на них очень большой. И каждый взломанный аккаунт подвергался бану, а те, что оставались попросту неактивны. Хотя их владельцы в теории смогли бы продать такой аккаунт, если не за большую сумму, то хотя бы за неплохую сумму. Следующими среди редких никнеймов являются те, у которых очень много символов в нике. Объясняю, о чем я. Лимит никнейма в Роблоксе 20 символов. То вполне достаточно для среднестатистического никнейма в Роблоксе. Такие аккаунты, которые каким-то образом смогли превысить этот лимит. Есть даже аккаунты, у которых почти 50 символов в нике. Ну вы понимаете, сколько это. И в сколько раз это превышает обычный лимит Роблокса. Наверняка вы уже подумаете, что это какие-то хакеры, админы, модераторы. Давайте мы зададимся логическим вопросом. Как эти люди смогли нарушить правила создания никнеймов? Точная причина неизвестна. Однако, из того, что я мог разузнать, около 2011 года существовал баг, позволявший превышать лимит символов в никнейме. Если вы регистрились в Роблоксе с мобильной версией, так и появлялись эти никнеймы. И судя по датам регистрации каждого из них, эта теория является очень даже правдоподобной. В 2016 году произошла занимательная история. В какой-то момент появился баг, позволяющий людям просто брать и регистрировать аккаунты с уже созданными никнеймами. Таким образом, многие люди спокойно зарегистрировались под псевдонимами Роблокс, Билдермен и прочие. Конечно, все аккаунты вовлечены в это были забанены, что очень даже справедливо. Так как очевидно, что подобные аккаунты очень просто используют для мошенничества. Знали ли вы, что в Роблоксе были зарегистрированы случаи создания аккаунтов с буквами из кириллицы? То есть теми, которые используются в русском языке. Ник с русскими буквами, что? За всю историю было лишь пару подобных случаев. Один из которых обладал никнейм Майл 4000. А другой имел имя Мастер. Написанное исключительно русскими буквами. Абсолютно непонятно, как такие аккаунты появились. Скорее всего, это была ошибка Роблокса. Никнейм Мастер, кстати, мы затронем еще чуть позже. Никнеймы Content Deleted. Существуют аккаунты, некоторые из которых вы могли встречать сами. Если вы любите смотреть список друзей известных игроков Роблокса, в списке друзей известных людей вы сможете заметить имена с надписями «Контент удален». Вместе с айди этого профиля заключенным квадратные скобки. Что ж, я как истинный Шерлок Холмс сейчас вам разложу по полочкам, что это такое. Ведь даже я сам стыкался с этим, и мне сейчас даже интересно вам это рассказать. Потому что, честно говоря, я впервые узнал, что это за свою долгую игру в Роблокс. Что ж, к настоящему моменту большинство таких аккаунтов перебанили. Но остались некоторые доступные. Как же такие никнеймы появились? Вот ответ. Давным-давно, если в вашем никнейме присутствовала личная информация или что-то неприличное, вам приходилось сообщение от Роблокса, где вас попросили сменить никнейм. Если игрок не предоставлял модераторам новый никнейм, который он хотел бы получить, то название его профиля попросту менялось на «Контент делетен». Но такая практика существовала лишь до 2014 года. Так что в наше время мы подобной редкости больше не увидим. Теперь хотелось бы поговорить о том самом мастере. Именно никнейм, который был написан русскими буквами «Мастер». Это на самом деле удивительная история. И, наверное, обидно, что этот аккаунт был забанен. Скорее всего, после того, как кто-то угадал его пароль. Однако, кто-то из активных игроков все же успел подписаться на него еще до бана. Я просто не знаю, как его зовут, если честно. Но есть пруфы, что такой игрок действительно есть. То можно самому сравнить обычные Роблокс никнеймы с его именем. И четко увидеть знакомые нам русские буквы, которыми написано слово «Мастер». Идем дальше. Аккаунты с точками. Всего в Роблоксе существует 8 аккаунтов, у которых есть в никнейме «Точка». Такие аккаунты, как «Давид Базуки» и «Эрик Кэссел», вы можете знать. А остальные аккаунты были зарегистрированы в очень давние времена Роблокса. Буквально в первые дни его существования. Но есть один аккаунт «Мими2121», который рушил эту логику. Он имеет две точки и нижние подчеркивания. При этом не будучи старым аккаунтом, он был зарегистрирован тогда, когда точки были уже официально запрещены. Так что его возникновение – большая загадка, которую не объяснить ничем, кроме очевидных багов. Никнейме с более чем двумя нижними подчеркиваниями. Таких аккаунтов тоже было много. Большинство было перебанено. Причем все они были сделаны очень давно. Но есть один из них, срегистрированный в 2018 году, который имеет аж три нижних подчеркивания. Так и в случае с точками в нике. Единственное разумное объяснение – баги Роблокса. Аккаунты с пробелами. Такие никнеймы могли быть сделаны в ранние годы существования Роблокса. Но в отличие от точек и нижних подчеркиваний, никнеймов с пробелами существует достаточно много. Но лишь малая часть из них до сих пор активна. В основном они тусуются на плейсах FlexYourAccount Edge, где часто собираются старые игроки. И последний в сегодняшнем списке аккаунтов имел в никнейме хэштег. Почему имел, а не имеет? Потому что он поменял свой никнейм. Ребят, капец. Вы имеете самый редкий ник, возможно, во всем Роблоксе. И вы меняете свой никнейм на какой-то обычный. Серьезно? Ну ладно. Точно неизвестно, почему он это сделал. Ведь это очень редкий символ. Но может быть Роблокс просто заставил его это сделать. В любом случае, аккаунт называется Симитивайдж. Возможно, я, кстати, неправильно его прочитал. Но вы его все равно видите у себя на экране. Он не просто активный игрок, но еще и разработчик некоторых плейсов. Но если вы загляните в его прошлые никнеймы, вы увидите его старое имя. Ресет черточка 2164240. Так что вот, если вы думали, что самые необычные никнеймы это те, что имеют, к примеру, пробел. То сегодня вы узнали, что это всего лишь верхушка. А в Роблоксе существует множество гораздо более интересных имен для аккаунтов. Всем спасибо за просмотр, ребят. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои самые новые видео. Ну а с вами, как всегда, я, Хэппи Фрэш. Всем удачи и всем пока.